Итак, всем привет! Сегодня эфир по астрологии на тему Луна в знаке Козерог. Вот, как и было заявлено сегодня, у нас новолуние в Тельце, но тем не менее, по просьбам подписчиков с моего YouTube-канала я делаю про Луну в Козероге. И, может быть, это неспроста, потому что положение Луны в этом знаке достаточно специфичное. Если вы уже когда-то сталкивались с информацией о своей Луне, и она у вас оказалась в Козероге, то вам, возможно, попадались такие негативные трактовки, условно негативные, что она там может находиться, допустим, в изгнании. Это официальные версии, да, что называется, Луны в Козероге. Вот. И считается не очень благоприятным положением. И вот, наверное, мы сегодня об этом поговорим. И как бы вот это так донести, что я неоднократно уже повторяюсь на всех своих астрологических эфирах, что какие-то неблагоприятные положения или так называемые напряженные аспекты, они только на первых уровнях проработки так себя ведут, когда человек, ну, просто живет по течению и, что называется, над собой не работает. Потому что потом впоследствии, естественно, все меняется, и это совершенно по-другому уже воспринимается, хотя какие-то отголоски прошлых сложностей могут быть. Давайте, наверное, я скажу для всех, кто еще вдруг не знает, но начинает уже интересоваться астрологией, как определить положение своей Луны. Ну, можете воспользоваться в интернете сайтом Sotis Online, вот, вести там свои данные. Здесь понадобятся помимо места и даты, ну, что известно наверняка всегда, и еще время. Вот, и для Луны как раз-таки очень важно время, потому что она может, так случится, что знак менять в день вашего рождения, и тогда получится, что неточные могут быть данные, да, поэтому все-таки лучше уточнить время, либо потом у астрологов заказывать уже процедуру ревтификации, когда оно уточняется. Но если оно в пределах часа, там, двух, это сделать, уточнить его точное время до минуты проще, чем, допустим, если вообще время неизвестно, как вот, допустим, в старших поколениях часто там такое могло, ну, там, середины прошлого века, допустим, да, где-то не так еще все фиксировалось, а потом уже под конец прошлого века, кто рожден в последних, там, тридцати, там, ну, там, семидесятых по двухтысяч, ну, и далее даже, наверное, вот, ну, далее, наверное, еще до астрологии не добрались, там, ну, после двухтысячных. Хотя, кто знает, вот, уже данные более-менее известны, но не всегда они могут быть корректны. Нужно уточнять все равно, ну, для Луны, мы надеемся, что подойдет, вот. И давайте тогда, предположим, многие из вас, наверное, уже знают, где у вас Луна находится, да, что она находится в Козероге и отдельно вам этот эфир посвящается. И смотрите, еще такой момент, не всегда, точнее, все, что сегодня будет сказано про Луну в Козероге, также будет касаться любой Луны, которая имеет аспекты от Сатурна, о связи их как раз подробно сегодня поговорим, и от планет, которые находятся в Козероге. Ну, допустим, чтобы вы понимали, о чем идет речь, у вас Луна находится в Раке, допустим, в обители, в хорошем положении, и имеет аспекты от Сатурна в Козероге. То есть тут двойная связь как бы от этого, и поэтому так или иначе, что я сегодня буду говорить, будет касаться даже Луны в Раке. Вот, ей, наверное, особенно непросто будет от противоречивых таких качеств Козерога, но тем не менее. То же самое, если у вас, где бы ни находился Сатурн в карте, он аспектирует вашу Луну, то есть качества Сатурна ей передаются, и Сатурн же является управителем как раз-таки знака Козерога, поэтому все, что касается Луны в Козероге, или Луны, аспектируемой Сатурном планетой, которая находится в Козероге, это все про Сатурн. И это все... Такая вот Луна, она окрашивается сатурянскими качествами, да. И если мы говорим про аспекты, то если ваша Луна, где бы она ни находилась, имеет напряженный аспект, то окрашивается она качественными, скорее, ну, по-первости, может быть сатурянскими такими тяжелыми, вот, например, подавленность, пиланхолия, там, сложности с возобновлением энергетического ресурса жизненного, да, силы мало, проще говоря. Если она аспектируется положительными аспектами, там, тринами, секстилями, то тогда... Если вы этих слов пока, так, ремарку сделаю не понимаете, вот в Сотис, ну, или там в любой другой программе какой-то сделаете карту, там все это будет написано. Аспекты – это вот линии, соединяющие между собой планеты, вот, и там просто вы наведете, или в каком-то списке там прям будет это все написано. Соответственно, если аспекты положительный, то она, Луна, Сатурна, приобретает такие качества, как вот целеустремленность, какая-то добросовестность, такая, да, чувство долга, ответственности, умение следовать своим целям. Вот это если вкратце про аспект. А сама Луна в Козероге, давайте... Ну, естественно, все перечисленные к ней в первую очередь относятся, просто я захожу как бы сначала в других концов, где о чем меньше хотелось бы сказать, и вот вначале это просто выдать про аспекты, про Сатурна. Особый, конечно, интерес вызовет, если у вас Луна находится в Козероге, а еще имеет аспекты от Сатурна, или из планеты знак Козерога, тогда у вас это целый там набор будет этих сатурянских козерожьих качеств. Ну, например, Луна в Козероге в соединении, Сатурна в Козероге. Вот как вам такое? Это очень интересное положение. То есть это, наверное, максимально, да, что можно из этого выжить, вот из того, что я сказал по этой теме. Такое самое сильное. Вот, но давайте начнем тогда с... Я еще раз напомню, что, может быть, кто-то первый смотрит. Это не первый, кстати, эфир про Луну в знаках, я это периодически делаю. Но напомню, за что отвечает у нас Луна. Она отвечает в целом, если то, за наш подсознание. И, соответственно, за все вытекающие процессы адаптации, наши какие-то подсознательные реакции. Отдельно Луна еще отвечает за такой... Это показатель матери, то есть по отношению... Об отношениях с матерью можно судить по Луне и вообще, какой она фигурой являлась, да, для человека. Ну, в данном случае с Козерогом это строгая такая мать, которая, скорее, функционально ребенка воспитывала, и он какой-то теплые ласки не получал. Вот, если есть аспекты от Сатурна к Луне, то он практически наверняка. Ну, так или иначе. Хотя сама мать смогла совершенно такого себе не представлять. То есть она просто была собой, выполняла свою роль в карте этого человека, у кого Луна находится в Козероге, допустим. Поэтому, если что, как бы все вопросы к себе. Вот, потому что карта ваша. В мужской карте Луна в Козероге, естественно, это показатель жены, это спутница именно. То есть с кем, с какими качествами в человеке он ищет, и с кем ему проще всего, конечно, идти как-то по жизни, да. Такой немножко спутница вот по этому параметру. Может, наверное, основные качества. Это надежный, такой немного холодноватый человек, который... Но мы лучше попозже к этому вернемся, когда я раскрою все качества. Главное, в Козероге будет, я думаю, тогда понятно. И про спутницу в том числе. Далее. Это в женской карте. Вообще Луна это очень важный показатель. И вот в индийской традиции астрологии, там у них даже, насколько я помню, уделяется больше внимания самой Луне, нежели Солнце. Ну, в случае с женщинами, так точно. И часто так было в последние какие-то века, что мужчины развивали принцип солнечный, то есть своего вот этого проявленного Я, женщины развивали и жили по лунному принципу, и проявляли больше свою женскую природу. И вот, например, искажение этого мы можем увидеть во времена, когда произошли процессы эмансипации, женщины стали проявлять свою солнечную природу. И, ну, чрезмерно, наверное, стали. Естественно, они ее проявляли всегда, и это нормально, да, потому что у нас есть все планеты, их все нужно проявлять. Но, тем не менее, вот считается, что в большинстве своем для женщин, ну, по факту они с женщинами родились, да, вы же вот, женская аудитория, вы же выбрали это воплощение для того, чтобы быть женщиной. Ну, как минимум, я рекомендую вам на вашу Луну обращать внимание, не в зависимости от положения вашего Солнца. Пусть оно у вас там в самом лучшем каком-то находится, в выгодном положении, и вам личность свою здорово проявлять. И даже если у вас задачи часто будут, ну, не часто, но бывает такое, связаны с какими-то такими солнечными принципами, да, например, свою волю транслировать там в коллектив, что-то допустим, условно, но все равно будучи женщиной и про Луну свою не забывайте. Что касается мужчин, ну, естественно, тоже не значит, что нужно не обращать внимания на свою Луну, особенно если в Козероге, так точно. Вот. Вообще Луна в Козероге, да и в любом знаке, на самом деле, потому что отвечает за нашу психологическую какую-то устойчивость, за наше психоэмоциональное состояние, насколько мы вообще себя комфортно и хорошо чувствуем в этой среде, где бы вы ни оказались, да, и это именно внутреннее состояние, поэтому, как просто со всех сторон уже говорят, когда вам вы станете счастливы, там, гармоничны, или там, ну, неважно, каким вы идете, там, скажем так, областям, когда вы внутри будете, да, это то самое преслабутое ресурсное состояние, там, состояние покоя, да, какой-то счастья, если хотите, и, естественно, когда у человека в карте Луна гармонична, ему проще это состояние испытывать, но иногда бывают, скажем так, сложности из плюса, да, допустим, ленность, инертность, пассивность, или там, какое-то чувство вседозвольности, или чрезмерная какая-то даже такая психическая слабость, податливость, разное бывает, но, тем не менее, вот Луна очень важна показать, или я в своей даже, вот, деятельности по астрологии очень много уделяю внимания Луне, потому что вот астропсихология, одно из направлений, которое мне интересно, как раз-таки сильно опирается на... даже не то, чтобы опирается, а это одно из основных таких моментов, с которых нужно начинать, да, то есть когда, вот, если человек хочет в жизни каких-то качественных изменений, и рост развития, надо смотреть, конечно, что у него с Луной происходит, потому что даже, вот, предположим, у него уроки вообще где-то там в другом месте, там, не знаю, по энергетике, например, да, ему нужно там разобраться, но как он это будет делать, и как он себя будет чувствовать, все равно будет, ну, особенно вот чувствовать, и с каким состоянием он будет это все делать, а за это отвечает Луна, как он это будет делать, или как он примет это решение Солнца, Марс, там, это волевой принцип уже, ну, тут как бы все в совокупности, но тем не менее, вот, чтобы качественно, давайте вот я мысль эту такую вам озвучу, чтобы качественно какие-то изменения сделать, проработки, или гармонизировать что-то, или просто даже осуществить свою какую-то мечту, нужен хороший такой эмоциональный заряд еще, то есть помимо решений, намерения там, каких-то действий, волевых импульсов, даже там, каких-то последовательных шагов, ну, то есть казалось бы, да, что все приводит к существованию, и нужен еще эмоциональный заряд, вера, и такое стабильное, спокойное внутреннее состояние, чтобы регулярно этот заряд транслировать, потому что если вы один раз там испытали какое-то вот это приятное состояние, это уже, конечно, здорово, но если сможете сделать это регулярно, и тогда это будет просто, ну, как бы, замечательно, и результаты ожидаемой там мечты будут сбываться быстрее. Ну, это такое немножко отвлечение, но для этой темы сегодняшний я неспроста тоже это говорю, потому что Луна в Козероге, одно из, сейчас переходим уже к описаниям, одно из основных и таких качеств, это как раз-таки целеустремленность, то есть это человек, который пришел с некой кармической программой внутренней цели, и поэтому, когда у человека с Луной в Козероге, сейчас, в общем, я уже не буду говорить с Луной в Козероге, все дальше про это, и стоят такие задачи, он их, если осознает, этот человек, это замечательно, если нет, то вот желательно эту цель определить, потому что целеполагание и вот это вот достижение, это один из основных таких моментов, которые, эта Луна в психике к человеку будет стремиться подсознательно, и рекомендуется, конечно, вынести это в осознанное, и тогда ваша жизненная программа будет реализовываться намного проще как-то и легче, вот, отдельно стоит сказать еще про эмоциональную сферу этого человека, потому что качество Сатурна, это, оно как бы немножко замораживает, сковывает, и поэтому такие люди, в таком, в крайнем варианте, могут восприниматься как другими, вообще как люди неэмоциональные, которые делают только все по расчету, не всегда они это афишируют, и это на самом деле не так, но, это вот внешне, то есть люди, вот, если вы имеете Луну в Козероге, не знаете, как вас со стороны воспринимают, то, скорее всего, как людей малоэмоциональных, и то же самое касается, напомню, людей с аспектами Сатурна к Луне, и с аспектами из знака каких-то планет, из знака Козерога, потому что все равно, значит, тогда ваша Луна будет окрашена этими качествами, вот, ну, если она в этом знаке сама находится, конечно же, это более ярко выражено, скажем так, вот, это говорит еще о том, то есть, по факту, что происходит вам, давайте, знаете, как, давайте сразу начнем с некой такой, практической диагностики, да, как чувствует себя ваш внутренний ребенок, вот, я сейчас, начнем с этого, вот, давайте, представьте, вот, у каждого человека есть, естественно, как бы, есть такая, не знаю, субличностная, назовем ее в психике, как внутренний ребенок, да, и вот такие проявления, как спонтанность, какая-то игривость, беспричинная жизнерадостность, легкость, в проявлении своих эмоций, в данном случае, если мы про Луну говорим, и вот насколько ваш внутренний ребенок, вот эти качества, они проявлены, вот, ну, я думаю, само слово, уже в большей своей истории подготовлено, и так или иначе, и понимает, что это значит, сейчас об этом все, как бы, говорят, и вот Луна в Козероге, как часто, сильно очень подавляется внутреннего ребенка, и как следствие, свободу своего эмоционального, в данном случае, выражения, не плохо, не хорошо, просто такая специфика, опять же, этого ребенка можно взращивать, у меня есть такие примеры, я видел уже состоявших, но они сначала, конечно, состоялись, наверное, финансово, потом, потому что для, такая ремарка тоже, для Луны в Козероге очень важно все материальное, то есть, и часто, как раз, такие люди кажутся недуховными, бесчувственными, потому что у них весь фокус на материи, на достижении своих целей, и, соответственно, на каких-то вещах, связанных с подтверждением этой своей материальности, ну, если проще выражаясь, то имеется в виду деньги, какие-то там объекты собственности, вот, или какое-то высокое карьерное положение, либо, если там карта указывает на, допустим, что человек там какие-то другие задачи реализовывает, ну, до достижения своих каких-то высот, то есть, например, даже если он там какой-нибудь полководец, или писатель, или там, не знаю, какой-нибудь еще деятель творчества, да, то вот, пожалуйста, он будет весь сфокусирован на этом, и свою эмоциональность, уж тем более того самого внутреннего ребенка, он будет очень-очень сильно задвинут, понятно, что это можно найти причины в детстве, да, что просто не, ну, в детстве самого человека, что не давали таких возможностей, вот, или он сам так воспринимал, это же еще, кстати, наше отношение, вот, как я говорил, к окружающему миру, и людям с таким положением в Козероге может быть просто неуютно часто, вот, и они просто забываются в работе, в каких-то достижениях цели, сваливают на себя кучу обязанностей, в хорошем варианте это очень такая продуктивная, целеустремленная, работоспособная Луна, и часто она может сделать, ну, и человек с такой Луной очень много с точки зрения, вот, именно самого труда, но если Луна не проработана или является там по своим качествам в не очень, скажем так, сильном положении, то уже надо отдельно как бы смотреть, но пока вы не знаете, вы очень просто, вы все эти описания на себя примеряете и оцениваете, вот, но что касается Луны в Козероге, они часто еще любят на себя лишнего, вот, что-то сверху давящее, такое вот, давляющее, знаете, как наговаривать или искать у себя какие-то дополнительные в жизни сложности, это не такое накручивание сильное психологическое, как вот у Луны в Скорпионе, там это отдельная история, там это более интенсивные такие глубокие процессы, в случае с Луной в Козероге, это скорее, потому что там про Скорпион, там идет энергия Плутона скорее больше, а здесь энергия Сатурна, поэтому здесь это просто давящее такое, что-то холодное, и часто это бывает еще, если мы говорим про эмоциональную сферу, то склонность к депрессиям, к меланхолии, к некому такому печальному взгляду на всевозможные какие-то вещи, на события, и особенно, если вы там достигаете каких-то целей, рветесь к карьерным достижениям, к материальным накоплениям, и вот эти, если какие-то сложности возникают, они могут как раз эти состояния вызывать, то есть такая прямая эмоциональная реакция, и единственное, что человеку кажется, это только еще больше взвалить на себя вот этот вот груз всех этих сложностей, которые он испытывает в жизни, и пойти еще дальше, и если это не проработанный вариант, то впечатление такие люди со стороны производят удручающе, с ними просто рядом тяжело, потому что они в неком эмоциональном упадке находятся, и хорошо, и причем обратите внимание, это касается не только, там, луны в Козероге просто есть больше свойств, но это вообще людям, у кого-то, если с лунами что-то, какие-то сложности бывают, это, в общем-то, достаточно популярная история, и вообще в нормальной, такой, в хорошей карте, скажем так, ну, для развития, да, всегда даются и напряженные аспекты, и гармоничный вопрос уже в человеке, это как вот, я уже где-то привозил пример, это как вот карты, которые вам раздали перед партией, как вы сыграете уже, не важно, что там, вообще не важно, что раздали, абсолютно не важно, а важно, что вы будете с этим делать, вот, и если кто-то ничего не делает, то тут соответствующие выводы уже, поэтому я всегда призываю к работе над собой, потому что с любыми совершенно положениями можно работать, и в мире, в проявленном очень много примеров того, как люди из совершенно разных состояний и ситуаций выходили, и становились мало того еще экспертами, и там другим помогали, ну, или там свое какое-то несли, скажем так, дело, да, далее, значит, про вот эти качества, и тут же может быть еще отток жизненных сил, потому что, как бы, Сатурн и знак Козерога, он сам по себе, очень, как бы, жизнесилы заряжены, если, например, Марс у вас там, да, экзальтированный в Козероге, то это вот очень хорошо, ну, если вы собираетесь много поработать в этом воплощении, а, ну, в прямом смысле потрудиться прям, да, а если для Луны, это бывает тяжело, и часто эти состояния, по факту, что происходит, вот эти все состояния тяжелые, давящие, да, над вами давляющие обстоятельства, причем это внутреннее, скорее, накручивание, да, что все, на самом деле, все не так уж плохо, и это как раз такой пессимистичный немного взгляд с оттенками холода, меланхолии, вот, как раз таки жизненные силы просто, ну, они утекают, потому что вы сливаете туда, колоссальный заряд энергии, и свое внимание, и как с этим бороться, ну, можно было бы, да, станьте более легкими, жизнерадостными, но это для Луны в Козероге, это может звучать как издевательство, да, если они первый раз услышат себе такую рекомендацию, то есть они, то есть они, конечно, согласятся, но им будет совершенно непонятно, как, как вот такого можно достичь, да, может быть, не для всех, конечно, потому что, да, бывает разное положение, может быть, там очень много гармоничных аспектов, и тогда все там совершенно по-другому происходит, ну, я сейчас в целом так говорю, но тем не менее, нужно понимать, что для Луны в Козероге, что в жизни, помимо целей, достижения, задачи, реализации, и материальной, вот этой плотной сферы, да, того, что у вас, вы можете реально достичь, вы не переживайте, достигнете, это так или иначе с вами произойдет, если вы будете продолжать действовать, стремиться к этому, но главное не растерять свою, и так вот вы взяли на себя задачу для такой проработки своей эмоциональной сферы, можно, конечно, с этим ничего не делать, но тогда у вас она совсем захлопнется, это же ведет еще и к возможности любить, к возможности чувствовать эмпатию к другим людям, да, то есть насколько вы можете вообще как бы проникаться, да, другими людьми, и со стороны это может выглядеть, я еще раз повторю, как человек вот очень закрытый такой, да, а на самом деле это просто скованность, то есть внутри там очень глубокие эмоции, потому что это стихия земля, там пока до этого, грубо говоря, можно, кто-то докопается, всегда бывает, ну, непонятно сначала окружающим, да, что там происходит, вот, потому что на поверхности нету ничего, и все эмоции находятся очень-очень-очень глубоко где-то, и пока они, даже если человеку себя поэтому сложно прорвить, он начинает их проявлять, во-первых, это во времени будет, может быть, растянуто, чтобы человек, допустим, со мной в козероге, проявил к вам какие-то теплые чувства, но могут годы пройти, или там сколько-то месяцев, пока он привыкнет, там почувствует себя комфортно, и начнет постепенно раскрываться, поэтому их нужно взращивать, вот знаете, как, я смотрю, суккуленты, ну, или кактусы какие-то, они вот такие, с виду колючие, такие могут быть, но их нужно очень медленно-медленно поливать, и они, бывает, год вообще стоят, ничего, вот реально, ничего с ним не происходит, потом начинают расти, и главное, условия создать соответствующие, вот, и какие условия тоже теперь, наверное, ну, и сами себе вы можете создать, и окружение, это, конечно, надежность, чувство того, что какой-то ответственности можно положиться, и тогда вот, ну, допустим, там, на того же партнера, тогда вот луны в козероге, они начинают постепенно раскрываться, как я отдельно сказал, это работа со своим внутренним ребенком, понемножку, но нужно его как-то отогревать, очень здорово еще, если вы разберетесь с своим прошлым, да, в частности, в отношениях с матерью, да, то есть, и поймете, какие, что вы оттуда вынесли, ну, допустим, вы не получили, или у вас были просто напряженные отношения, была некая такая, пассивная какая-то конфронтация, да, ну, там, может быть, избегание, или вы прям, что вот часто, может, тоже так и быть, не получили просто, а некой какой-то заботы, там, да, тепла, и просто у вас вот эта сфера, вот этого ребенка, он просто ему изначально было, ну, когда вы еще настоящим были ребенком, изначально могло быть некомфортно в этом мире, да, ну, психологически, эмоционально, поэтому он себя так чувствует, и, как правило, это еще отношение к миру, да, как, какой вам, вот вокруг окружающий вас мир кажется, что он такой, может быть, там, холодный, какой-то, недоброжелательный, что в нем нужно усердно трудиться для достижения результатов, что там просто так ничего не бывает, что вот там, и отсюда, кстати, часто бывает не сильное, сильное, непринятие других людей за их слабость, за их какую-то расхлябанность, недисциплинированность, вот Сатурн внутренний такой просыпается, конечно же, очень есть вас луна в Козероге, и вы хотите ее прорабатывать, обязательно обращайте внимание на ваш Сатурн, он вообще в каком положении находится, потому что через него, либо, да, на самом деле, много через него проходит, и положительные там, и какие-то сложности, то есть нужно знать, почитать хотя бы, да, примерно, в каком он доме, в каком знаке, есть ли аспект с луной, вот, потому что если положительный аспект, то просто внутренней дисциплиной сможете, и через рационализацию, через какую-то вот, такую действительно, может быть, упорную работу, на свою эмоциональную сферу можно будет в перспективе, конечно же, как-то развить для того, чтобы вот вы смогли чувствовать себя в этом мире немного порасслабленнее, поспокойнее, быть более открытым к миру, да, то есть вот представьте, отдельное целое, такой пласт работ, это доверие к миру, открытие всем его ситуациям, всем каким-то моментам, которые в нем происходят, принятие людей окружающих, да, то есть ненавешивание на них своих завышенных иногда требований, особенно, даже вот я в этой, попадалась информация про детскую психологию, даже, ну, есть там раздел, когда эти советы дают родителям, как воспитывать детей, в зависимости от, там, разных моментов, и вот, даже с, уже детей, ну, родители, но в данном случае, там про детей речь, предупреждают, что у них завышенные требования, даже у маленьких уже завышенные требования к окружению, ну, а окружение, оно просто, ну, не такое, не то, что не дотягивает, оно и не может, потому что требования завышенные, поэтому нужно снизить какую-то планку и вот это, и ожидание, да, от мира, что он таким будет, и в то же время, тогда она, снизится из себя, вы просто позволите себе какие-то слабости, да, ну, для кого-то, допустим, для, на других бы эфирах я это не посоветовал, для, там, рака, допустим, да, или рыбы, вообще, не надо делать, то есть, но для козерога это очень хорошо, ну, вообще, если кто-то с этим каналом козерога работает, это очень хорошее качество, научиться признавать свои слабости, научиться признавать свое какое-то невседозвольность, там, или невсемогущество, да, в, ну, в своей деятельности, в направлении, да, в достижении своих целей, вот, это такое тоже одно из того, что хотелось бы просто всем пожелать с каналом козерога, и, соответственно, для, отдельно для женщин, которых, которые имеют это положение, это работать над раскрытием своей женской природы, потому что она, во-первых, принятие, да, что она будет такая немножко специфичная, да, вот такая деловая, холодная, да, ну, вот, при первом соприкосновении, и, возможно, научиться раскрываться и показывать свою вот эту природу чуть быстрее, ну, или хотя бы как-то давать людям обратную связь, чтобы они это видели, да, либо другой вариант, просто, конечно, часто такие люди, если женщина пойдет в эту сферу вообще не прорабатывает, но потом к зрелости, там уже к второй плане жизни и так далее, это, конечно, все выходит на поверхность, то есть, если первое еще непонятно, может быть, а кому-то понятно, вот, и тогда, конечно, тяжести, это просто получается, что наработанный потенциал, он как по накатану, то есть, если вы свою эмоциональную сферу не развили, допустим, до 45, потом это будет сделать тяжелее, это не значит, что невозможно, значит, что тяжелее, поэтому, вот, я рекомендую задуматься, если вы еще этого не делали, то прямо с этой минуты, мужчинам, может быть, в этом вопросе будет попроще, потому что, ну, надо на самом деле индивидуально смотреть, тем не менее, все равно какие-то, ну, может быть, жесткость, да, надо будет, если мужчинам совет по проработке, это посмотреть, как у вас с жесткостью, как у вас с отношением к миру, да, вот, к позволению всему, с, там, долгом, дисциплиной, не перегибаете ли вы себя, банально даже посмотрите на психосоматику, потому что от, унывка, серая Сатурна, помимо оттока жизненных сил, возможно, еще какие-то вот в телесном даже плане могут быть зажимы, потому что человек постоянно находится в неком таком напряжении, потому что ему нужно собраться, сконцентрироваться, что-то делать. вообще это очень хорошее положение, кстати, для концентрации, поэтому если вы будете заниматься различными практиками, связанными с концентрацией вашего внимания, то это очень здорово, поэтому я говорю, что это люди целеустремленные, да, они просто склонны сконцентрироваться, и это колоссальное качество, поэтому если у кого-то нет такого качества, а очень хочется, и у Луна вас неважно где, в каком знаке, которому тяжело концентрироваться, ну там, не знаю, допустим, в каком-нибудь там, в том же раке, там, или в близнецах, допустим, да, ну где совсем все может быть переменчиво, либо эмоционально, либо ментально, неважно, вот, то можно все эти качества развивать, а соответственно козерогу, Луне в козероге развивать противоположное качество, противоположного знака, они знаки ставят друг напротив друга, иногда вот у них прям полярные вещи, как раз-таки у Луна в раке она там в отличном положении находится, в козероге вот не очень, поэтому можно поучиться мягкости у рака, мягкости, чувствительности, восприятие каких-то вот таких жизненных ситуаций поспокойнее, как-то вот с уровнем принятия у рака часто все очень хорошо, иногда даже слишком, вплоть до попустительства, поэтому вот они друг друга так и равновешивают, вот, но как я говорил, если у вас есть оппозиция там из этих знаков, то у вас так или иначе это будет включено, дальше еще про подсознание, поскольку там это все очень сильно козерог, он такой, как все медленно происходит, докопаться на своих каких-то процессах и вообще заняться психоанализом своим собственным и рефлексией развивать, может быть, поначалу тяжеловато, потому что фокус на материальном вообще, то есть, если вы задумывались о развитии своей эмоциональной природы в козероге, это уже победа, что вы там, не знаю, астрологии стали там увлекаться еще что-то, то есть, это уже очень, очень большой шаг на самом деле, потому что таких людей, они там в исторических или каких-то других местах тяжело встретиться, они в основном там что-нибудь работают, достигают там каких-то своих задач и на это сфокусированы, вот, но тем не менее бывают разные, поэтому здорово, что если вы начали с собой работать, то есть, надо понимать свое сильное качество, которое я перечислил, надо понимать сложности, которые могут возникнуть, нужно, конечно же, оценить еще, в каком положении вы находитесь, и вот благодаря положительным качествам начать надо раскрытием своей эмоциональной природы, становиться легче, мягче, и тогда мир, знаете, он как начнет как вот как тут где-то на севере, как там допустим, знаете, только летом где-нибудь, только в середине лета могут начаться что-то только распускаться, остальное все, там у них время холодно или еще что-то происходит, вот, и здесь такой же пример, то есть награды вам за проработку вот этого положения Луны, что вы наконец немножко оттаете, станет полегче, и глядишь вот это все напряжение и давление окружающего мира, и неудовлетворенность например, там обстановка какой-то, да, ну что вам некомфортного, там конечно надо еще посмотреть поподробненько же, индивидуально, но тем не менее, оно начнет распускаться, это состояние принятия, состояние комфорта, что вам станет хорошо, и вы поймете, что комфорт например, и состояние расслабленности конечно же можно его купить за деньги там и достичь этого, и для вас это как бы основная ценность, я даже, знаете, не буду вас переубеждать в этом, пожалуйста, себе зарабатывайте и обеспечивайте себе благосостояние для большинства людей с таким положением, это один из просто таких вот чекпоинтов для для какой-то состоявшейся гармоничной жизни, ну вообще это никому не помешает, но просто луна в козероге это отчетливо осознает для себя, но не забывайте про внутреннее качество, про духовность, да, про какую-то, не важно, что вы под этим словом понимаете, важно, что это не только материальное, то есть есть что-то большее, я вас уверяю, это прямо вот факт, и я думаю, если вы даже в эти свои глубокие процессы внутренние начнете погружаться, постепенно, постепенно вас это тоже начнет зреть, как я говорил, и сердце может оттаивать, и эмоциональная сфера начнет проявляться, конечно, она будет такая с вашей спецификой, но тем не менее этому можно научиться, можно это делать даже поначалу по принципам Сатурна, из чувства самодисциплины долго, да, то есть так вот может быть пока еще не чувствуя, не понимая, но вот делая просто, и потом постепенно будет соответственно награда за это, это вот состояние такой некой легкости, приятного, приятного, комфортного состояния в мире нахождения, чего я вам искренне желаю, отдельно, что еще, для женщин вот еще я как-то уже начинал говорить, еще надо добавить, что развитие своих женских качеств, конечно, там еще дом подскажет, куда все это направлено, в каком доме находится, и аспект из каких-то других домов, потому что там может несколько сфер у вас жизни, вот, задействовать, не тогда туда это все направлять, но тем не менее, вот раскрытие своей женской природы, это будет тоже очень здорово, и своей эмоциональности, и то же самое в отношениях, если вы уже родители, да, то в отношении детей то же самое, или если у вас есть дети с таким положением, то им как раз таки, вот, кстати, хорошая рекомендация для тех, для родителей, кто уже Наталья Лекарта детей знает, пока еще там совсем они маленькие, ну, там, до 5-6 лет, таким детям нужно давать колоссальную просто заботу и чувство собственной значимости, потому что, вот, несмотря на все то, что я говорил, эти люди в себе бывают очень часто сильно неуверены, потому что им мир, и то, что им кажется таким строгим, там, каким-то суровым, там, сдерживающим, он им не дает вот чувство вот этой вот уверенности, что все хорошо, что там они востребованы, и поэтому отдельные такой психологической тенденции даже уже взрослых людей, они очень хотят быть какими-то востребованными, востребованными, нужными, полезными, поэтому, если Луна еще не сильно там проработана, то они очень часто могут хорошо служить даже вплоть до самозабвения кому-то, то есть они когда они еще, ну, может быть, это, кстати, для кого-то хорошо, у кого путь такой вот на, как это сказать, ну, помогать какие-то вот такие не первые, не первые роли занимать, да, просто путь служения, помощи каким-то другим людям, работать там в организациях, вот они, люди с Луной в Казироге, они могут быть прям колоссальными такими сотрудниками, многие, кстати, это руководители эксплуатируют эти качества, зная вот гиперответственность там и так далее, вот, ну, до поры до времени, потом они все равно свои амбиции, потому что это знак, несмотря даже на, как я сказал, неуверенность из-за вот этих детских вещей, он амбициозный, поэтому амбиции есть всегда, а вот для детей, если еще пока все можно скорректировать, то вот родители будет очень здорово, я вам прям вот рекомендую от всего сердца подавать этим детям чувство собственной значимости, тепло, заботу, любовь вы можете давать, ну, естественно, да, насколько вы сами на это способны, ну, вот, кстати, если не очень способны, то будет, скажем так, прокачаться, да, повод, но вот им подчеркивать значимость, и иногда это прям нужно много и долго делать, то есть не всегда, если вы там один раз похвалите, нет, вам, возможно, три года придется хвалить, там, или пять лет, да, чтобы человек это сформировалось, но зато такие дети как раз они приобретут положительные качества, то есть с этими слунами они не будут так к миру с недоверием относиться, и вот так им тяжело будет, и не будет этих состояний, там, оттоков, энергии, будут, но не так, вот, уже кто как бы в зрелом находится, в возрасте, то просто можно, кстати, также посмотреть на свое детство, взять эти моменты и себя там за что-то дохвалить, да, или как-то это компенсировать уже, если это реально не произошло в детстве, то можно все, всегда все можно исправить, также перед просмотром отправляетесь, начинаете выяснять эти ситуации, да, потом смотреть, ну, вот, я вам технику уже говорю, да, если, то есть, допустим, что делать, если луна в козероге, и вы чувствуете, что это не признание, не, не, пусть по заслугам вас не оценивают, то есть, или просто у вас какие-то успехи где-то не идут, ну, значит, вы себя, ну, в какой-то момент просто не цените где-то, да, хотя амбиции и стремления есть, а вот как-то может это такой как раз-то внутренний конфликт, и он может быть очень-очень глубоко на, даже на подсознательном уровне, то есть, его не всегда легко, скажем так, вычерлить. Вот смотрите, там, не знаю, в детстве нарисовали картину, вам сказали какая-то мазня, допустим, или там вы приготовили, там, не знаю, маме чай, мама сказала чай, там, не знаю, что там, с чаем, может быть, не так плохо заварился, да, и так вот формируется, или там какие-то, может быть, ну, конечно, через мать это проще, потому что луна, но, возможно, это и среда, да, особенно, если там третий дом задействован, там, или одиннадцатый, может, вот, поэтому смотрите эти ситуации, надо убрать оттуда эмоциональный заряд, то есть, понять, что это просто был, но сейчас на это не влияет, на нынешнее состояние, то есть, вот, когда вы эту нить, эмоциональную, то есть, связь с эмоциональным этим зарядом просто перерезаете, и вас это перестает больше трогать, ну, типа, это вообще, смотрите, есть реакции, немножко еще такого просветительского, да, есть реакции человека на ваши действия, а есть ваша реакция на его реакции, и не всегда нужно эту связь поддерживать, когда это положительная какая-то история, тогда, да, почему нет, а если кто-то, ну, условно, допустим, на вас начинает неадекватно реагировать, он даже просто, не знаю, недовольная мать в детстве, да, у него плохое настроение, но вот ребенка не поддержала, а у ребенка луна в козероге, он потом всю жизнь теперь будет не чувствовать вот этой опоры, поддержки какой-то внутренней, да, и самое интересное, в качестве Сатурна, и Сатурна, и Солуновецка в козероге, этот ребенок, уже выросший, все равно он будет упорно что-то делать, достигать, и вполне вероятно, что это все и произойдет у него, но просто, чего ему это будет стоить, и какие у него будут внутренние эмоциональные состояния, если он эмоционально чувствит, а бывает, что он, как бы, человек закрывается в своей эмоциональной сфере, просто он действительно, это возможно, когда человек на это внимание не обращает, он действительно может свой сердечный центр, эмоциональную сферу блокировать, и иногда даже сильно, но это мужчин, это, наверное, даже может быть, больше можно встретить, вот, они все уходят в цели, то есть, ну, для мужчины нормальная история, цель, вектор, там, но вот, чрезмерно тоже не нужно забывать, то есть, все должно быть в балансе, то же самое, как мужчин без цели, это очень странно, ну, как бы, для этого мира явления, но когда он чрезмерно туда встремлен, он грубеет, становится, слишком жестким, он жесточается, и, если уж даже вы, это про вас, то я вам просто могу сказать, что даже достижение вашей цели, если вы где-то чуть-чуть эту чрезмерную, ключевое слово, чрезмерную жесткость сбавите, будет легче, и само вот это вот достижение будет происходить более гармонично, ну, как бы проверено, потому что ожесточение, оно создается сопротивление с реальностью, вы немножко продавливаете, да, есть колоссальные, там, могут быть у вас показатели на изменение реальности, или на просто, ну, кстати, изменения, это скорее там надо на другие немножко смотреть, а не на козерог Сатурна, это другое, ну, не суть, в общем, не перегибать с этим, а женщины, может быть, тут все-таки проще, потому что они женщины, но, тем не менее, никто не застрахован, они так же могут уйти от своей эмоциональности, от своей исконной, как бы, вот природы, просто, надо понимать, она остается по-прежнему женской, просто вот со своими качествами, поэтому всячески рекомендую заниматься саморазвитием по этому вопросу, да, наверное, сегодня это скорее как эфир не луна в козероге, а как проработать уму в козероге, ну, мне больше интересно дать вам что-то полезное, потому что основные моменты в описании я затронул, вот, достаточно долго получилось, потому что, наверное, много здесь чего можно сделать, и хотелось бы, чтобы вы вынесли реально какую-то практическую пользу из вот нашего такого с вами общения, поэтому, если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях ниже, или там личные сообщения, как удобно через соцсети можете связаться, если хотите заняться прям проработкой, да, то есть, каким-то эволюционным такими уже процессами дальше пойти, можете приходить ко мне на консультацию, я вам как астролог, как склонный к такой астропсихологии, астроковчинг, одно из направлений, вот, пойти дальше, и у меня есть опыт уже работы с всякими лунами, но я думаю, у всех астрологов есть, потому что часто приходят там и в скорпионе, и в кодироге, вот, ну, женщины, кстати, вот, мужчин пока не припомню, интересно будет, как придет мужчина на проработку луны в кодироге, вот, поэтому, если вам актуально, вы чувствуете, вот, что назрела, да, трансформация, то добро пожаловать ко мне на консультацию, и в любом случае, я надеюсь, внутренне, так как, на самом деле, уверен, что эта информация вам будет полезна в сегодняшний эфир, поэтому буду вам благодарен за подписки, за лайки на канале, который я начинаю вот сейчас только развивать в последние несколько месяцев, вот, благодарю вас и до встречи!